ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дим! Чего? А тебе зачем столько? Какой же? Сейчас же ЧП объявили. Надо быстренько успеть все закупить, чтобы как раз на неделю хватило. Так, гречку купил, антисептик есть, идем за туалетной бумагой. Дим, ты что, за неделю все это используешь? Да какой используешь-то? Чего? Я это все буду продавать. Сейчас наш народ все раскупит, потому что чрезвычайное положение. А у меня останется, понимаешь, эксклюзивный товар. И эксклюзивные новости. Кстати, насчет эксклюзивных новостей прямо сейчас, через заставку, будем с вами все обсуждать. А пока я занимаюсь своим бизнесом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, дорогие друзья! Начнем с новости прошлой недели. Многие спросят, а почему вы обсуждаете то, что было на прошлой неделе. Дело в том, что эта новость, она застряла. Застряла во всех мировых СМИ. Ведь речь идет о судне Ever Given, которое заблокировало собой Суэцкий канал. Припарковался как олень. Мне кажется, чего-то не хватает. Вот, теперь идеально. Весь мир задается вопросом. Ну как так получилось, что это злочастное судно заблокировало Суэцкий канал и нанесло колоссальный ущерб мировой экономике? Наши коллеги с ТВ-8 нашли ответ. Давайте послушаем. Судно на прошлой неделе перегородило южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом из-за... Да бляха-муха. Из-за... Да бляха-муха. Во всем виновата бляха-муха. Потому что она летела, не смотрела, по встречке попала прямо в лобовое стекло этого судна. Капитан решил дворниками ее смести, а дворники не работают. Он пока там разбирался и не справился с управлением. И бац! Но нашлись некоторые ребята, которые попытались увидеть в этом инциденте молдавский след. То есть бляха-муха их вариант не устроил. Они стали копать глубже и докопались до самой популярной женщины на молдавском флоте. Конечно же, я говорю про Домнику Чемартан. Помните нашу соотечество, которая волею судеб оказалась на Коста Конкорде, итальянском лайнере, который затонул. И вот сейчас решили связать как-то Домнику, и этот Суэцкий канал. Вот мы сейчас воспользуемся случаем и позвоним Домнике Чемартан и уточним все-таки, хоть как-то она связана с этим инцидентом или нет. Давайте, соедините нас с Домникой, пожалуйста. Алло! Здравствуйте, Домника! Привет, Дима! Можете нам сказать честно, вы были на борту Ever Given во время инцидента в Суэцком канале? Обидно, что ты такого мнения обо мне. Ты вообще видел их, капитана? Он совсем не симпатичный. Аргумент согласен. Ну хорошо, спасибо большое за то, что ответили нам. Не за что. Если что, звони. Не виноватая я, он сам застрял. Понимаете? Мировые конспирологи, вот вам ответ. Не надо во всех бедах искать молдавский след. Видите ли, из-за наших женщин застревают суда. Из-за... В штурме Капитолия участвовали молдаване. Или ледники Антарктиды тают из-за горячих молдавских мужчин. Неправда это все. Но крови может быть последнего. Следующая новость прибыла к нам из столицы молдавских логопедов. В Джур-Джу-Лештах состоялся протест против экспорта зерна из государственного резерва. Причем, как всегда в нашей стране, когда что-то происходит, поначалу ничего не понятно, что там творится. До этого митинга вышел наш президент, говорит, остановите экспорт зерна за границу, мы останемся без хлеба. Что вы там делаете? Пришли митингующие, стали останавливать своими телами фуры. Потом вышел Александр Слуцарь и сказал, ребята, что вы там, успокойтесь, прекратите, это не государственные резервы, это экономический агент, он занимается бизнесом, продает зерно. Ай-яй-яй, тра-та-та. На следующий день вышел министр сельского хозяйства, говорит, да все в порядке, есть зерно, есть госрезервы, ну не хватит хлеба, ну будем есть пирожные, ну не с голоду, как говорится, не помрем в этой стране. В общем, во всей этой истории нет ни единого зерна здравого смысла. И пока наши политики там продолжили демагогии, обсуждения, протестующие сказали, все, хватит говорить, мы берем все в свои руки. Ну, как бы, не то, чтобы все они взяли в свои руки, да и не в руки, в общем, смотрите сами. Видимо, этот участник оказался пекарем и решил всем продемонстрировать свои булочки, понимаете? Ну, мы вот что решили. Есть же язык жестов, а это, наверное, язык митингов. И если переводить с митингующего на человеческий, то это звучит так. Уважаемый господин полицейский, мы просим вас принять во внимание наше мнение и советуем вам перейти на нашу сторону. Вот оно как. А мы-то все подумали, ой, какой стыд, срам. Срамота. С видеорядом понятно, а вот что со звуком, с аудиодорожкой? Давайте еще раз послушаем это видео. Вау, 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 вау. Универсальная реакция, ее надо подставлять под самые эпичные моменты. Вот, посмотрите. Вау, 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 вау. Кто как обзывается, тот так и называется. Вау, 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 вау. Вау, 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 вау. Вау, 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 вау. А хвастаться-то действительно нечем. И сразу после этого перформанса мужчину отвели в полицейское отделение и там ему уже объяснили, как можно митинговать, как нельзя и как лучше себя вести в обществе. И он, конечно же, поблагодарил полицейских свойств на ему манере. Спасибо за помощь. Кстати, у тебя есть мятная конфетка? Или может освежитель рта? Продолжим выпуск нашумевшей новостью. Думаю, вы все уже в курсе, что мэр Бельц, Рената Усады, первая новость, кто-то до сих пор не в курсе. Ну, а вторая, значит, он сам и пригласил на концерт в честь 9 мая выступить такого скандального исполнителя, как Моргенштерн. Казалось бы, в Бельцах с концертом выступали уже и Бузова. И сам Ренат Георгиевич, нет-нет, да и брал в руки микрофон и издавал что-то похожее на песню. Куда уже хуже. Как так, это все-таки 9 мая, звать такого исполнителя с таким чисто немецким псевдонимом Моргенштерн, но говорят, что сам Алишер решил ради этого переименоваться в Red Star и едет уже с новыми песнями, видоизмененными своими хитами, такими как «Кадиллак, кадиллак, разбомбили, мы рейхстак». Это хорошая песня, есть еще одна «У меня проблема», «Видно немцев слева». И есть, конечно же, его самый популярный хит, это «Я тусю, как молодой Сталин». В общем, изменил слова, все-все для вас. Ну, это шутка, конечно, друзья, это фейковая новость. Мы просто решили проверить, знаете ли вы, что в нашем пространстве масс-медиа сейчас появилось очень много обмана, очень много фейковых новостей. И простому обывателю уже очень сложно отличить правду от «Вымысла», «ТВ-6» от «ТВ-8», «Примул» от «Прайма». И, конечно же, не «Колодион» от «Публики». То есть, сложно. И поэтому наш специальный корреспондент Геннадий вышел, чтобы проверить у обычных кишиневцев навык, умение отличить фейк от нефейка. И вот что из этого получилось. Рената Усатый пригласил Маргинштерна на концерт в честь 9 мая. Да, это правда. Я думаю, что это правда. Я тоже думаю, что правда. Или нет, это Шор был, Орхей, Шор, что-то такое. Они же не видят смысла между артистами и мероприятием. Маргинштерн – это достаточно знаменитый артист. А Юрия Натоза, ты так, как я… Тоже достаточно знаменитый артист. На 9 мая что поет Аргенштейн? Этот, он же поет какой-то бред там. А на 9 мая надо пригласить таких, которые поют. Понимаете, это же память. Да, надо звать, кто поет хотя бы лучше Рената Усатого. Я пою лучше Рената Усатого. Вас позовем. Предлагаю с Ренатом спеть на 9 мая. Это неправда. Почему? Ну, я знаю, кто пригласил, но точно не Рената Усатого. А кто? Шор? Нет. А кто? Плохотник. Плохотник? Да. Владимир Путин ходит в куртке молдавского производства. Я думаю, что у него больше денег для Атого. Да, я думаю, что тоже у него много денег, и он купит себе, вероятно, что-то покруче и дороже. То есть он не стоял на центральном рынке на картонке? Нет. Вряд ли он стоял на картонке. Это как они определили? Бирка торчала где-то? Ну да, что не видела бирку Иоаннел? Иоаннел и Руси? Вы шутите. Вы просто издеваетесь. Нет, это правда. Новость, она реально в куртке сделана, сшитая в Молдове. Власти Кишнева предлагают нанять людей для наблюдения за теми, кто мусорит. Думаю, да? Да. Вы так переглянулись, как будто сами мусорите. Ну, вот это правдиво, потому что город обязательно должен быть чистым, а люди и есть невоспитанные, которые кидают мусор. Я активист, гражданский активист, который тоже присматриваю за любым. Курит, подхожу и говорю, почему ты бросил в бычок? Подними. И поднимает, ставит назад. Если нет, говорю к абрарабинерам, вызывай политик. На самом деле, правдивая новость. Да? Да. Молдавский тиктокер получил звание заслуженного артиста Молдовы. Ты уже думаешь, что шутка. А за то, что перестал снимать тиктоки? А за это можно? За это можно. За это можно. Мне кажется, это недостаточное достижение. Для тиктокеров? Ну, нет, для звания. Для звания? Тиктокеру надо сразу народного давать? Да. Именно так. Да, но это не народное дело. Это просто... Это и народное дело. Полиция начала по телевизору выявлять нарушителей масочного режима. По телевизору? Да. Таня, одень маску быстро. Ну, да. Да? А вы поэтому в масках перед камерой? Да. Ну, продуманные? Может быть, и правда, да. Сейчас много полиции в Коченове, всех останавливают и... Тогда плохо, что ты сейчас без маски, да? Да. Ну, это верю. Это может быть вполне. Да. А мы это тоже по телевизору показываем. Тебя это не пугает? Нет, не пугает. Тебя на улице... Хотя, стоп, на строе. Может быть, я не забуду, что у нас есть оператор. Да? Да. Нарисуем тебе квадратик на лице. Да. Это размыло. Молдаванка защитила диссертацию о краже миллиарда. Почему нет? Очень даже, думаю, да. Я не скажу ответ. Я знаю. Я хотела против президента только что пойти. А думаете, это она защитила? Ну, не знаю, блин, в Гарварде все же. А как думаешь, до или после кражи? Во время. Эксклюзив Ньюз стала первым проектом из Молдовы, номинированным на ТЭФИ. Да. Вот в это я поверю. А на Оскар? Нет. Потому что у нас нет негров? Представьте картину, вы пьете пиво, и к вам вдруг подходит человек и бросит бутылочку. Не выбрасывайте. Не делайте поспешных выводов, потому что это может быть строитель. Да-да-да, это не фейк. Вот новость. Житель Кагула построил теплицу из 70 тысяч бутылок. Мы приступили непосредственно к кладке бутылок в горизонтальном положении. Горлышко бутылки обязательно должно быть обращено внутрь теплицы для циркуляции теплого воздуха. Такую теплицу зимой будет очень легко отапливать. Вот он, строитель года. Майнкрафты, какие Майнкрафты, из бутылок возьми да собери. Целый дом построил себе и сразу со стеклопакетом. Вокруг везде стеклопакет. Представляете, 70 тысяч бутылок, это кто-то может бы сказать. Он же мог просто сдать эти бутылки. Но он же понимает, что если из этих бутылок собрать дом, то намного выгоднее сдавать бутылки в виде дома. Этот знаменитый афроамериканец с двумя пальцами у виска. Лучше так, чем колено у горла. Ну а если вдруг мужик захочет снести теплицу, то мы подскажем ему лайфхак, как это сделать. Звоните кому-нибудь из ВДВшников, и там приходит спецбригада, и при помощи головы сносит все под ноль, как говорится. Под уровень моря. Удобно? Удобно. А теперь новости спорта. Наша сборная по футболу. Сборная Молдовы поставила два рекорда за эту неделю. Ребята, красавчики. Значит, первый. Проиграла Дании с самым разгромным счетом в своей истории. Второй. Подарила Дании самую разгромную победу в их истории. Умеют делиться нашей футболистой. Молодцы. Не только для себя. 8-0. Многие из ребят даже до 8 считать не умеют. Они даже не помнят, что это за цифры. Сколько там они нам забили. 8 голов. Если бы восьмерка упала, получилась бы бесконечность на ноль. Именно такая озияющая дыра разделяет два футбола. Датский и молдавский. Извините, на самом деле мне больше нравится баскетбол. Вот. Ну, вы должны понимать, сборная Молдовы, почему она проиграла? Во-первых, у нее состоялся невероятно сложный упорный матч со сборной Фарерских островов. 1-1. Ребята, они ударили грязь. Вернее, они били грязь, как могли. А надо было бить по мячу. И получился 1-1. Но Фареры мы знаем прекрасно. Это знаменитая футбольная держава. Этот вулканический остров. На нем живут 50 тысяч чисто футболистов. Это беглые каторжники-футболисты. Футболисты, которых все с золотыми мячами. Они все приезжают туда и там играют. Не то, что наши. Поэтому наши так плохо и сыграли с датчанами. Но даже здесь они постарались. У них была стратегия. Они специально столько пропускали, чтобы датчаны имели больше возможностей. Больше бегали по полю. Чтобы у них уже в конце болели икры, болели ноги, болело лицо от криков радости. Сколько они могут забивать. И потом вдруг в самом конце игры наши бы включились и быстренько сравняли счет. Но судья, но судья добавил не 5 минут, как они ожидали, а всего лишь 3. Поэтому мы и не успели. Поэтому мы ничего и не успели. Дорогие девушки, если вдруг какой-то парень скажет, ну что, давай-ка приходи ко мне покатать тебя на итальянской машине за 50 тысяч евро. Будьте осторожны. Ведь этим человеком может оказаться простой водитель троллейбуса. Новых троллейбусов, которые будут кататься по нашей столице. Вот такие два троллейбуса-гармошки из Италии купила наша примария из Молдавии. Хотя их уже не называют гармошка. Это уже не модно. Это баян. Сейчас их называют «Сочлененные». Да. И по-моему, это название специально придумали для того, чтобы веселить школьников, которые ездят в этих троллейбусах. «Сочлененные». А сейчас едем в школу учить по математике многочленов. Товарищ кондуктор, можешь дойтись, нам уже два билета. Хорошо. Никакого юмора в тебе нет. Ладно. Вот раньше нам из Италии прислали понетоны. Сейчас прислали троллейбусы. Это уже хорошо. Значит, улучшили отношения. Единственная проблема. Для такого груза не могли найти подходящего объема тару. Вот такая вот усовершенствованная логистика помогла троллейбусам добраться из Италии до Молдовы. И сейчас по Кишиневу будут ездить итальянские троллейбусы. Ведь это здорово. Теперь в них люди не будут ездить, как шпроты в банке забитой. А уже как сардины. В консервной банке. Ну а их потолки, этих троллейбусов, их же расписывал сам Микеланджело Буонаротти. Это же красотища какая. И не удивляйтесь, пожалуйста, если вдруг в итальянском троллейбусе к вам подойдет кондуктор и скажет. Ты пришел в мой троллейбус. Даешь мне два лет. Но делаешь это без уважения. Дайте ему все деньги, которые у вас есть и бегите. Бегите на другую остановку, пока там едет сзади наш обычный белорусский простой. Говорит, что, хоть что-то мне принес сегодня. Ну хорошо, заходи уже так, проедешь. Как есть. Ну и самое главное, с чем у нас ассоциируется Италия. Это, конечно же, музыка. Музыка теперь в этих троллейбусах будет совершенно другая. И до своей остановки доехал. И как будто бы в Сан-Ремо побывал. Идеально. И еще очень важный момент. Если вдруг над этим троллейбусом итальянским повалит белый дым, не пугайтесь. Это не значит, что он сломался. Просто оказывается, что они выбрали нового водителя. Он выйдет со всеми поздороваться, поцелуете ему ручки. И все, и он поедет дальше. Вот это Италия. Вот это классно. Очень надеемся еще, что в этих итальянских троллейбусах вернется и итальянская диаспора наша. Но хотя бы в наших шутках пусть возвращается, а уже в реальности есть как есть. Ну а мы, в отличие от диаспоры, вернемся. Вернемся ровно через неделю в 23.00. Увидимся на канале ТНТХ Слив ТВ. Пока-пока. Берегите себя и не будьте полдом. Для плохих новостей. Кстати, в интернете сейчас посмотрел, что Дания, сборная Дании, забивала 8 голов еще только лишь одной стране. Румынии. И вот это единственный раз, когда можно сказать, что Басарабия и Румыния. Все, других вариантов нет. Басарабия и Румыния.